Сегодня есть новый аппетит И начнем мы с темы, которая сильно представлена на конференции Это тема про общение И сегодня выпускает Сергей Бережной Всем доброе утро Сейчас я освою чудо техники вражеской Не подчиняюсь Вроде бы что Всем доброе утро, спасибо большое, что пришли Вы знаете, я каждое утро, когда выступаю первым на конференции На любой или где-нибудь Я всегда терзаю смутные сомнения Почему вот эти люди бросили теплые постели И пришли послушать что-то Вот для меня это каждый раз вызов такой Воскресенье 10 утра, в Киеве это 9 совсем Я приехал совсем ранее Вот, и поэтому хочется рассказать вам что-нибудь интересное Что-нибудь полезное Что-нибудь То, что оправдает, по крайней мере, вот этот приход С утра вместо чашечки кофе и постели Просто прийти и послушать Вы знаете, так получилось, что всегда советую В начале выступления рассказать о чем-то хорошем, добром, умном, вечном Ну а для того, чтобы снять какое-то напряжение Ну а я ничего добрее, чем я не знаю Вот И поэтому я сейчас в двух словах расскажу о себе И почему я пришел вам это рассказывать Меня зовут Сергей Бережной Это человек на фотографии тоже я Вот Я руководитель проектов и консультант Я руковожу сейчас аутсорсингами проектами Поэтому очень люблю приезжать в Минск Потому что большинство проектов, которые вы делаете Тоже аутсорсинговые, как в Украине И поэтому я всегда нахожу общий язык Да, тут есть кто-нибудь из аутсорсинговой компании? Значит, я с тех людьми, которые должны меня понимать Именно поэтому сразу приношу свои извинения Если иногда в мою речь будут вклетаться английские слова Это профессиональная травма Это знаете, вот как у хирурга автобуки трясутся У преподавателей их все время втензит какой-нибудь Вот у меня примерно точно такая же травма Я, ну, так называю Я хочу так думать, что я эксперт по взаимоотношениям с заказчиками И автор блога на запием.com На котором я и пишу свои статьи о том, как общаться с заказчиками Чего они могут сделать и так далее И я веду еще свой Я тренер, и я иногда провожу какие-нибудь тренинги Самый мой популярный аутсорсинг как сервис Где я рассказываю о том, как общаться с заказчиками Выстраивать командные отношения И, в общем-то, иногда приезжаю побухтеть на разные конференции В прошлый раз я был на Севбай Мне очень понравился Вообще, Севбинск очень любит Так вот, сегодня мы поговорим о чем? Я провожу тренинги И большая часть тренингов как раз посвящена коммуникациям Коммуникациям с заказчиком Потому что, ну, нам не повезло Наши заказчики, они где-то сидят там Чаще всего это Европа или Штаты Они далеко, они нас не понимают Да и сами мы как программисты Я тоже был раз из программистов Мы, в общем-то, не очень хорошие коммуникаторы Мы не все Да, все-таки программеры, они как бы люди более ежедневные Им немножко тяжелее Поэтому я сегодня решил отступить от такого развлекательного формата Который я часто делаю И сделать немножко более структурированный доклад Что на меня не похоже Вот, я расскажу о том Какие вообще есть actors Да, или действующие лица в коммуникации Какие есть проблемы в коммуникациях Системные или личностные И как это все применять Так вот Почему я это все хочу рассказать Как это все повлияет на вашу жизнь Потому что я не видел ни одного проекта Где не жалуются на коммуникацию с заказчиком То есть я прихожу Все хорошо, но Это любимая вообще фраза наших атишников Все хорошо, но И после но идет список 250 пунктов Чего бы, но, получше сделать И поэтому я знаю, что Ну, практически у всех это есть Если у кого-то нет проблем вообще не с заказчиком В общем-то, я честно, слово не обижу Если вы уйдете пить кофе Вот, ну, потому что И меня возьмите с собой Потом научите я тоже хочу И поэтому сейчас будем рассматривать Какие есть проблемы и что с этим делать Действующие лица коммуникации Человек, который передает коммуникацию Ну, давайте пусть это будем мы Передает он какой-то месседж Месседжем важна его длина и структура Опять же, месседж это сообщение Чего ты опять меня принесла? Есть способ, как он передает Синяя стрелочка Есть та структура, которую мы ожидаем получить Обратная связь Какое-то действие, которое мы ожидаем По результатам нашей коммуникации Вот, пожалуй, все И во время сегодняшнего рассказа Я буду рассказывать о вот этих красных стрелочках Когда идут ошибки или атаки в коммуникациях На логическую структуру На канал коммуникации На обратную связь На самого человека или заказчика То есть, как это проявляется в наших проектах Как это происходит Почему это происходит И как с этим бороться Ну, по крайней мере, вот те несколько советов Или те некоторые подходы Которые я могу за эти полчаса вам рассказать Да, давайте не забудем Ну, такое вступление в блок Извините, надо какие-то там поставить приоритеты Цель коммуникации На самом деле заключается не в том Чтобы вам сказать чего-то Потому что, вот Ну, я расскажу еще чуть попозже Многие айтишники как раз воспринимают Нет, не айтишники, просто многие люди Воспринимают любую информацию Я сказал, значит, я прокоммуницировал Ну, на самом деле, это не так На самом деле, цель коммуникации Это, чтобы человек, которому вы рассказываете что-то Или пишете, или читаете Он правильно воспринял ваше сообщение Ту самую структуру и длину Которую А, Б, И, Х было в случае И по-хорошему Вот это уже ограничение нашего времени с вами Потратить на это минимум усилий и времени Чему я здесь нарисовал голубя Потому что вот в 18 веке Люди пользовались там И до этого голубиной почтой И нормально жили Они были счастливы Они контракты делали Они зарабатывали кучу денег Вот И получалось Поэмы писали Вы видели там Они письма какие писали хорошие Страниц там на 200 Потом в собрании сочинений Издавали писем Письма Герцена кому-нибудь Это уже был, кстати, 19 век Вот И они нормально все жили Хорошо Революцию строили Пром-революция была И так далее А в наше время это уже не рулит Люди настолько упаковали свой график О том, что им хочется быстро Качественно и дешево Даже в коммуникации То есть, чтобы коммуникация прошла быстро Я не очень напрягался Ее делать Ну и Чтобы все это быстро воспринимало И другим человеком Но, к сожалению, наш мозг Не так быстро меняется, как нам бы хотелось Появление имейлов не сильно нас спасло И сейчас расскажу, почему Итак Все, давайте уже От Входной теории Перейдем к Какой-нибудь Более практичной части Что же нам мешает Строить хорошие коммуникации Начнем с системных проблем Проблемы с системой как таковой Коммуникации Которая легко воспринимается Всеми айтишниками И даже Сегодня моя задача Рассказать на инженерном языке Как это все происходит Поэтому будем на инженерном Объем передаваемой информации Очень сильно На наши коммуникации Влияет объем передаваемой информации Наш мозг, к сожалению Ну вот это правило 7 плюс-минус 2 Кто встает Вот Наш мозг может Воспринимать 7 плюс-минус 2 объекта Держать в уме все время То есть, ну, 9 Нет, есть уникалы Люди, которые там чуть-чуть побольше могут Но Не намного Вот И поэтому, когда идет Очень большой объем информации Мы теряемся Мы теряем структуру Я немножко Забегу вперед И скажу Какой любимый пример Когда айтишники Передают в самый большой Объем информации Когда Давайте подумаем Ну я понимаю Воскресенье Это нереальная вообще Задача Но надо что-то придумать Когда у них проблемы Это понятно Самая жестокая Вообще Самая нечеловечная Подход Это когда они говорят У вас есть вопрос Звухащик приходит С каким-то вопросом Что-то плохо Говорит Вот вам 200 томов документации Читайте Вот в этот момент У любого человека Который с той стороны Происходит стек оверфлоп Буквально И он не находит ответа И коммуникация нарушается Это Ну самый злой пример А самый хороший Мы когда Многое хотим рассказать Мы когда увлечены Мы начинаем Передавать еще много информации Хорошее Плохое Неважно У нас все распирается Счастье Вот это Или осознание Собственной Осознание Собственного профессионализма Что-то мы круто сделали И вот этот объем информации Который человек может принять Мы его перегружаем Соответственно Смотрите Что происходит Мы передаем Вот такой месседж Но мы его В этот момент Засоряли Другой информацией Человек получает Ну Какую-то часть С другой Да Связанной И понятно Что эффективность Вашей коммуникации Резко упала Соотношение Вот этого Красненьких И черненьких Буквок Канова Фильмами К чему это приводит Нам очень сложно Понять структуру Да Большие объемы информации Общечеловеческий мозг Не способен переводить За короткое количество Время Ну Опять же Не обо всех Есть люди Которые Преклоняются И не могут Чак-толарис Например Нам сложно Реагировать На обратную связь Когда идет Большой объем информации Сложно Из этого объема информации Вырвать Обратную связь Сложно Выбрать правильное действие Потом Когда тебя просят Или тебе дают Какую-то большое количество Инфы Непонятно Что делать Бежать сейчас Аристать и так далее Как это лечить Я Вот Пытался Несколько простых советов Написать сразу Как лечить Большие объемы информации Передаем со структурой Я кстати В последнее время Я раньше очень не любил Майндбайп И теперь Теперь люблю Вот Вы передаете Какое-то большое количество Информации Нарисуйте на нее Майндбайп Говоришь Дорогой заказчик Вот 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 Эта вся фигня Она структурирована Вот так По крайней мере Так Как я ее понимаю Учимся у Твиттера Твиттер знаете Чем хорош Ну Не то что Там все гадят Вот Это не как раз И преимущество Он учит Формулировать мысли 140 символов Это сложно Для многих людей Это на самом деле Вызов Но зато Вот если заменить Ваше письмо На 10 твиттер Кто-нибудь Нигде я не проводил Такой эксперимент Попробуйте 10 мыслей написать Вот Будет интересно Есть шаблоны И глав Я вообще не люблю Это сокращение Блав Все думают Что это влев Нет Не Не правда Это Потом Лайн Апфрон Это Структура Написания Любого текста Когда вы пишете Суммри Одной строкой Вверху Сейчас попробую Рассказать Вам нужно Написать Что вам нужно Поднять цены На ваши услуги В 99% Случа Которых я видел Это вот такой Вот имейл Вот такой И где-то В серединке Написано Нам Мы вынуждены 5% Поднять Стоимость Никто Никогда Главное Туда не дочитывает И не понимает Что делать Но мы еще поговорим А вот Блав Это структура Она говорит Все Сразу Мы поднимаем Цену на 5% И знаете Что происходит В этот момент Вам уже не надо Писать все остальное Ну то есть Вот Мы так его Подводили Что-то Рассказывали И так далее Когда написали Все На 5% Дальше уже Этой штукови Написать не надо Вы экономите И себе И другим Ну и написание Оставим только Важное Я дважды вернусь К этому приему Дэвид Агилови Это очень большой человек В рекламе Один из самых Наверное Великих людей В рекламе Он говорил Хотите сделать Хорошую рекламу Напишите текст И выкиньте Из него все прилагательные Хороший Замечательный Та-та-ра-та-та-та Ну вот все Потому что Это не лишнее Вы передаете Информацию В рекламе Точно так же И здесь Когда вы передаете Большие объемы информации Чем больше вы порежете И тем легче Я вчера Кстати Вот с докладчиками Ну мы же обсуждаем Что такое Большой объем информации Большой? Для меня Большой объем информации Это где Отписывается Больше Чем 7 Плюс-минус 2 Каких-то фактов Объектов Тогда Ну вот я Начал Садмачать Да Еще одна штука На большом объеме информации Знаете У докладчиков Всегда есть проблема Вот я всегда Готовлюсь конференции И есть одна большая проблема Не успеть Или сказать мало То есть Все докладчики Думают Что они скажут мало Поэтому рисуют 250 слайдов Потом Когда происходит Доходят они до точки Выходят Начинают Тараторить Тараторить Нет Первые минуты Пятнадцать Они нормально говорят Входят В ритм И так далее А потом Они же вспоминают Какой у них Объем информации Еще надо передать И пакуют Это все Так вот Рассказывают 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 И ты помнишь И все рассказ За первые 15 минут Когда он говорил Спокойно И нормально Вот Это хороший пример Как раз того Когда передается Большой объем информации За не структурированное время Какое-нибудь Вот Давайте теперь Посмотрим Вторая проблема Вторая проблема Как ни удивительно Это маленький Объем информации Вот Я пытался Описать Это в айтишных терминах Маленький объем информации Связан всего лишь С двумя Подходами Очень маленький канал Коммуникации Ну я даже себе плохо Сейчас это представляю Раньше там Это какая-то Короткая телеграмма Была Да Ну даже Типа такой Вышли 25 рублей То есть Понятно Что делать Только непонятно Почему Вот Сейчас оно Конечно Немножко отошло На задний план Поэтому Слава богу Каналы коммуникации Сейчас позволяют нам Не использовать Такие Передачи А вторая Большая проблема Из этого Это отсутствие Контекста В айтишной Ну в любом проекте Не обязательно в айтишной Очень-очень часто Это происходит Когда вы Целый день Варитесь В какой-нибудь Вот варитесь Это хорошее слово Варитесь В какой-нибудь Проблеме Потом приходите К другому человеку Начинаете ему Объяснять А он не понимает Слушай Ну это же Все понятно Вот И он просит Объяснить Еще-еще-еще Просто он Пытается у вас Забрать тот самый Контекст В котором вы живете Когда вы Коммуницируете С заказчиком Вы про этот контекст Забываете И он кстати тоже Когда Вот мы сейчас Мы работаем На одной финансовой Организации Заказчик Рассказывает Говорит Да вот эти слопы С деривативами Там туда вот Перегоните И что Я говорю Подождите Говорит Давайте разберемся Давайте сейчас Расскажите мне Вот куда Что это Как срабатывает Почему Он говорит Да что вы Не знаете Знаю Я говорю Ну только вы Это делаете Каждый день Вы этим Оперируете Каждый день А я раз в месяц И мне очень тяжело Следить за вашими Ежедневными изменениями Им точно так же Когда у вас есть Например Там проблемы В ходе В тестах Не важно Вы выходите И говорите Да у нас там Проблема в ходе У заказчика Баника Он не знает Откуда это Вот Вчера Саша Говорил Что очень аккуратно Саша сидит Очень аккуратно Надо говорить о проблемах И очень аккуратно Надо управлять Контекстом Эти проблемы А когда вы говорите Б Но где-то у себя В уме Вы знаете Что Б связано С А и Х Заказчик получит Именно Б Это в лучшем случае Если не Из позиции информации Вот И будет Очень плохо Почему Потому что Когда недостаточно информации Заказчики принимают Какое решение И какой контекст Оставляют Свой Собственный И самый плохой Это все равно Что Любимый мой пример Когда вы получили Задачу от заказчика И замолчали На неделю Ну то есть Вы ушли в работу Вы кипите У вас Ну все кипит Все я делаю В этот момент Что думают Заказчики Все умерли Это самый добрый А еще хуже Они сейчас Проедают мои деньги И ничего не делают Вот они где-нибудь Висят в клубе Или еще чего-нибудь Но точно не делают То есть Чего надо Вот это как раз Говорит Потому что Недостаток Передачи информации Он Ведет к тому Что самые плохие Добавления Делаются К вот этому Б Достраиваются Заказчикам В чем проблема В этом Непонятен смысл Но тут мне кажется Объяснять не надо Очень дорогая Обратная связь Почему дорогая Потому что Занимает очень много времени Это надо звонить Заказчику Ну а так как они Не всегда звонят Они пишут письмо Слушай, а что это тут Вы ему записали Он опять Не понял Еще раз Еще раз Еще раз Еще раз И это занимает Очень много времени А мы помним Что нам надо Во время Как бы поэкономить Ну и вы используете Непонятные термины Проблема в этом И это все Складывается вместе С дорогой Обратной связи Как будем лечить Ну и с какой-то Глоссарий Если вы используете Какую-то терминологию Объясните Вот я тоже Всегда говорю Я извините Говорю по-английски Иногда Ну не могу Ничего с собой сделать Интересная штуковина Рассказать сторонним Услушателю В идеале Конечно Маме Или бабушке В идеале Если она понимает Все сто процентов Вы донесете Эту лусь Потому что человек Совсем не в вашем Конституции И выбирать Каналы С высокообратной связи Какие каналы С высокообратной связи У нас есть Канал коммуникации Лично Лично Правильно Скайп Тоже вариант Хорошо Мы еще до них доберемся Но Чем меньше вы готовы Отдать информацию Тем Хорошо Чем больше вы делаете Ассамшн С предположениями И меньше сообщений Тем надо Канал С большей обратной связи Вот Это мое любимое Отношение Сигнал-шум Кто На физтефе Каком-нибудь учился Значит люди Меня будут понимать Нет Значит они Они знают Всю эту боль Вот Я учился на программиста Поэтому я не понимаю До сих пор Вот Сигнал-шум Чаще всего Наблюдается Вы знаете У кого У Джуниорных Проджект-менеджеров Как ни срам Почему Потому что Люди хотят Сказать Одно Но так как Пытаются упаковать Это в красивые формы Так как Пытаются Это упаковать В Особенно Когда плохие новости Надо вам что-то упаковать Вот Они дают Очень много шума У меня была Сторонница Один Проджект-менеджер Вот Она Она была Замечательная Менеджер Отлично Уладилась командой Но у нее была Склонность К написанию Поэм Знаете Когда человек Ну вот У нее талант И он пропадает Зря талант Надо Надо с ним Как-то что-то делать И писать письма По 8 страниц Вот Где-то через месяц Заказчик взвыл И говорит Я не могу Нет Она очень красивая Она филолог Она очень красиво Пишет По-английски Отлично Говорит Но я не могу Считать поэмы Давайте что-нибудь Делать Вот И это занимает Очень много времени Когда это происходит Чаще всего Это происходит Когда вы Эмоционально Перегружены Или хотите Что-то объяснить Но не знаете Как это сделать Поэтому вы Добавляете Эмоционально Перегружены У нас проблема В проекте И нам надо Перенести На 10% На неделю Еще Ну вот По-хорошему Надо написать У нас проблема Вот проблема 10% Переносим А если использовать Плавка И храм на неделю Сдвигаем А потом уже И писать не нужно Люди пишут Вы знаете Вообще команда Работает хорошо У нас все получается Та-та-та Вот мы сделали Но там Есть проблема И эта проблема Опять же Завуалирована Почему Только потому Что есть эмоции И вы можете Передать На бумаге Чаще всего Это происходит И вы пытаетесь Это компенсировать Показывает это Только вашу усталость Или непрофессионализм Большой объем информации Не нужный Он показывает Ваш непрофессионализм Вы не можете Сказать о главном О главном Всегда говорить Тяжело Поэтому у меня есть Пара советов От Кэпа И пара от меня Опять Вот Не знаете Чего писать Не пишите И не говорите Коммуникация Ради коммуникации Это конечно Классная штука Но она не нужна Вот Ну я не люблю Когда люди взяли Поговорили ни о чем Может просто характер такой Но ваша коммуникация Должна чем-то заканчиваться Каким-то действием Если вы поговорили ни о чем Как Все нормально Да Ну все Какое действие От этого Никакого Коммуникация Проекта Должна заканчиваться Каким-то экшеном Опять же Знаете что Напишите И выбросьте Все эмоции Просто выбросьте Вот Или отдайте Другому человеку Он выбросит Своя жалко Творчество Другому нет Другие наоборот Люди любят Кто не любит Ревью И чужую работу Вот поднимите Кто не любит Этого делать Ну не знаю Не знаю Я очень люблю Особенно Притиковать Чужие ворота Хлебом не корми Дай другим людям Посоветую 10 минут На подготовку Перед коммуникацией Это та вещь Которую нельзя Ничем заменить Ничем Вообще У всех боссов У всех менеджеров Есть отличное правило Они за 10-15 минут До какой-то Встречи Чуть-чуть Они просто Ссадятся И здесь Медитируют Думают О том Чего они скажут И чего хотят Пронести Меня когда-то давно Учили Что ведущий По коридору Менеджер Который Опасывает На другую встречу Это Это катастрофа Это катастрофа Для организации Это значит Что ты не умеешь Управлять Своим временем И ты не умеешь Управлять Значит Вообще Проектом Поэтому Найдите Пожалуйста 10 минут Для того Чтобы подготовиться К любой презентации Убрать шумы Ну и структура Текста Про блаф Мы уже говорили Вот Мы Идем к системе Это предпоследние системы Отсутствие Обратной связи Про нее Вообще Забывают Натишники Кто знает Разницу Между UDP И TCP И IP Протоколом Ура Задай вам Расскажу Так вот Когда вы делаете Просто кому-то Что-то Рассказываете Это EDP Это Broadcast Трансляция Услышали Вы не услышали Ваши проблемы Я сказал Пуля вылетела Проблема На вашей стороне Вы не попали в цель Коммуникация С обратной связью Это TCP Протокол Когда мы Узнаем Каждый раз Дошло ли сообщение До адреса То или нет Вот На этой ноте Я могу рассказать Об обратной связи Немножко побольше Я для себя Выделил Четыре уровня Обратной связи Типа Уровень первый Подтверждение Получения Ну чаще всего Там если В e-mail Отставить Notification О получении То вы уже получили Или по крайней мере В Skype Там дано Четчик пропадает Когда бы Сообщение Подтверждение Подтверждение того Что все пакеты Дошли Это очень сложно Но по крайней мере Можно спросить Получили Все три Моих e-mail Или по крайней мере На какую-то структуру Самое сложное Подтверждение Тоже того Что дошло Содержимое Я бы всегда Задумался Как у человека Узнать Дошло ли до него Содержимое Коммуникации Повторить что понял Хорошо Какой вопрос Например Попросите рассказать Как Вы все знаете Попросите рассказать Одно важное Исключение Своими словами Есть люди С уникальной памятью Я у меня встречаюсь Люди Которые могут Слово-слово Рассказать Все что я им сказал И ничего Из этого не понять Поэтому Простите Их перевести Это на свой язык Ну и невидимый уровень Это реакция На информацию Если совпала реакция То не важно Получилась ли Обратная связь Или нет Человек сделал то Что вы хотите И в обратной связи Есть одна Гадость Очень серьезная О которой Очень мало говорят И чем больше У вас аудитория Тем сложнее Собрать обратную связь По результатам Общения Вот почему Когда люди Выходят Рассказывать Перед довольно большой Аудиторией Очень сложно Следить за каждым И подстроиться Под каждого Слишком много Обратной связи Вам например Не хватает Немножко терпа Чтобы я говорил Чуть быстрее Вы например Знаете что-то Из того что я уже рассказывал Думаете Ну товарищ Быстрее пропускай И переходи К чему-нибудь Интересному У вас не совпадает Что-нибудь С опытом Со своим Что я рассказал Чем больше людей Тем дороже Обратная связь Поэтому Всех просят Кстати Заполнить бумажечки И я потом Почитаю У меня когда будет Много времени Я почитаю Эту обратную связь Разберу Так вот Чем меньше людей Тем обратная связь Эффективнее Поэтому например На больших совещаниях Вот когда собирается Человек 50 Нет лучше Коллектив завода Собирается Вы знаете И они принимают решение Выходите На новую линию Продукции или нет Вы правда думаете Что кто-то В этот момент Принимает решение Решение уже принято В этот момент Люди Которые выступают Со сценой У которых микрофон Которые могут переключать Всех остальных Убеждают Тех людей Которые не согласны В том Чтобы они это сделали Просто обратная связь Очень дорогая Вот И поэтому Ориентируясь На все это Возвращаясь к проблеме Обратной связи Ваша проблема В этом О том Что мы очень редко Узнаем Дошло ли до Адресата Наши сообщения Особенно у заказчика Что мы будем У него спрашивать Слушай А ну теперь Повтори Да Дорогой Сэн Теперь вот Я тебе сейчас Рассказывал Особенности Кратегуры Повтори Своими словами Вот Поэтому заказчика Надо вовлекать Отличная штука Была Когда мы работали Называется Вопросы Чтобы не засыпали Знаете Вы что-то рассказываете 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 Через 5 минут Это столовка Ты спрашиваешь Сэм Или там Джон Скажи пожалуйста Я правильно Сделал вот здесь Он должен Что-то сказать Да Есть Есть Ну по крайней мере Вы знаете Что он вас слушает Это удивительно Но это работает То есть Когда человек знает Что его все время Будут спрашивать Об обратной связи Он будет намного Более внимательный Вот И все Это на самом деле Вся обратная связь Вбирается в канал Коммуникации Каналы коммуникации У меня вот Выглядят так Человеческий мозг Это такая штуковина Которая воспринимает Не только Слух И не только зрение А весь комплекс Чем больше Вы передадите Информации Сейчас попытаюсь Рассказать Так вот Когда мы это делаем Коммуницируем В двигателе Люди на что Обращают внимание На тон Наши беседы На то Как мы себя ведем Как мы стоим На жесты На какие-то реакции И так далее И вот это называется Обратная связь Мы получаем Реакцию на нашу Коммуникацию И обратная связь Происходит Поэтому выбираем Правильные каналы Обратной связи И вот здесь Я напишу Сладкий формат Айтишники Я вас очень люблю Но скажу честно Ну хватит Писать имейлы Ну хватит Потому что мы Уже настолько Заимейлились Что дальше некуда Имейл просто Работал когда-то Работал когда Были дорогие Коммуникации Такие Сейчас я Мое сознание Не выдерживает Зачем вы Тратите столько Время Прежде чем Позвонить И спросить Вы находитесь Сто процентов В продании Я тоже себе Так нахожу Но мне надо Еще раз Перечитать Сообщение Мне еще Надо понять Правильно Или донес Или нет Имейлы Это всего лишь Подтверждение Чего-то Это какой-то Маленький кусочек Информации Не заменяйте Живую коммуникацию На имейлы Тем более Когда это Один-два Человека Имейлы Очень дорогие Они дорогие Они долгие Вот Вам никогда Не было жалко Своего времени Когда вы в день Написали Три имейла И ничего не сделали Мне жалко Потому что Вот И приходишь И спрашиваешь Чего-то Хорошего Седни сделал Сколько Кода Нового написал И так далее Я общался С заказчиком Какой вопрос Решал Вот этот Это можно было Решить За час Поговорив На телефон Мы подаватели Сед Вот Поэтому Я призываю Давайте Срезать людям Подплату Которые пишут Большие имейлы Давайте Экономить Время Назовите Мне Одну Так Хорошо Я Как-то Стал Как проповедник Что-то Неправильно Давайте Назовите Одну Причину По которой Стоит Писать Большие имейлы Правильный вопрос И у себя тоже У себя тоже Да Митинг Слово На две страницы Ну вот Шпачок Проходил Ковриэс А Ковриэс Вооо Уже ближе Вот Теперь ближе Да И что Потом Чтобы не было Чтобы Один говорит Что я говорил Одно А второй Понял Подругому Как Здесь Девчонки Продолжение Поздравляет Что-то Я Еще Дальше Ну вот Если Заказчик Не любит Занки Это Пожалуй Серьезно Разные часовые зоны Нет, вы все правы абсолютно Только это не повод писать их так много Вот Потому что через месяц посмотреть Говорил я это или нет, зачем Вот, еще один ответ Чтобы прикрыть себя опять Основная задача имейлов Как ни странно, прикрыть себя Потом, когда вам приходит менеджер Начинает вас доказывать И к тебе приходит опять менеджер Говоришь, а у меня есть письмо Это индульгенция Все, это единственная вещь Зачем люди пишут письмо Вот, не знаю, кто-то возвращался Кто-то перечитывал имейлы, которые были месяц назад Когда последний раз Хорошо, кто это делал По крайней мере последние две недели Я ухожу, все Для меня, я не знаю, что перечитывать По восемь раз Если и так, все понятно Если вам что-то непонятно Перезвонили, уточнили Это же две итерации назад Три недели или четыре Чуть-чуть, что там обсуждают Это может давно все закрыто Хорошо Если это желание заказчика Это единственная разумная отмазка Единственная Я других не знаю Ладно Вот 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 уже мы начинаем больше Но они никак не связаны С нашими оперативными коммуникациями Вот А мы пишем Правильный, неправильный вид коммуникации Любой, это большие затраты Восемь часов, которые вы потратили На написание имейлов Это точно такие же восемь часов Которые вы пишете код Это те же восемь часов Только почему-то вы считаете Что их можно разбрасывать вот так Почему мы еще используем Например, имейлы Потому что мы себя в них уверенно чувствуем Вчера Дима беззубая Отличную вещь сказал Которую я поускал Если метод один раз сработал Мы будем делать его снова и снова и снова Пока он не Знаете, система не отбросит его совсем Вот у вас когда-то сработал метод имейла Вы когда-то даже прикрыли Трехслойным письмом Вот себя И теперь этот паттерн на всю жизнь остается с вами И вы будете его использовать Даже когда он будет давать сбой Мы владеем не всем арсеналом А используем только любимые Ну или стесняемся использовать Вообще стеснение это очень интересная штука Почему в программе растесняются Общаются с заказчиком Языковой барьер, да Еще Чего Показаться глупым Правильно Еще Отсутствие реального визуального контакта Вот Отсутствие реального визуального контакта Я вот эти вещи Когда с ребятами разбираю на тренинг Я говорю Ребят Они знают, что вы говорите не по-английски Нет, они это правда знают Вы слышали, как индусы говорят? Нормально, бойко, так отличненько С расстановкой Они говорят очень неправильно Иногда намного непонятнее, чем мы И ничего, нормально Справляются Есть люди в Нью-Йорке, которые разговаривают Которые живут уже лет по 15 в Нью-Йорке Они на английском говорят хуже, чем мы с вами Ну просто русские там в квартале И нормально И они не стесняются это говорить Вообще стеснение интересная штука Все знают, что вы не англоязычные Ну скажите вы косноязычные Ну и хорошо А сказать что-то лишнее 10 минут на подготовку и все И вы говорите нормально Ну по крайней мере то, что собираетесь И это задача как раз руководителя Методом кнута и пряника А как говорил Макс Зарафеев Зачем нам кнут мы пряником треснуть можем? Вот Давайте это как-нибудь поощряем Своих сотрудников Используйте эффективные каналы коммуникации Если надо много людей проинформировать Письма, документы Если мало, используйте личное общение Все, на этом логичные вещи закончились Сейчас пойдут нелогичные вещи Которые всегда очень спорные Но так как у меня есть Знаете, хочется воспользоваться этим правом Я приехал сюда рассказать что-то, что я думаю Вы можете быть со мной не согласны И если вы это поделитесь со мной Я буду очень рад Первое При всем вашем хорошем общении У заказчика может быть низкий уровень доверия Ну, вот если брать Опять же, айтишную тематику У вас сертификат ваш СССР, он просроченный И каждый раз, когда он начинает Общаться, у него в мозгу всплывает Вот это вот, знаете Тулбар, который говорит У него просроченный сертификат Откуда это происходит? Во-первых, из неудачного опыта Заказчика в предыдущем Он, например, работал с какими-нибудь фрилансерами Или с какой-нибудь другой компанией Которая его кинула Ну, бывает Мир не без добрых людей Вот И поэтому его могли кинуть Что произойдет в это время? Он вам не будет доверять по определению Просто он в каждом вашем сообщении В каждом коммуникации Будет искать подлог Вы в очередной раз пытаетесь его напарить В чем проблема? Для команды Я ему рассказываю рассказы И он мне не верит Он не делает того, что хочет Это меня демотивирует Вообще, очень плохо общаться с людьми Которые вам не доверяют Это демотивирует Как поднять доверие? Ну, это, конечно, большой очень вопрос Который можно обсуждать очень долго Но хотя бы изначально Вообще, люди больше доверяют знакомым людям Эксперимент Доказанный многократно Я собираю тренинг Прошу одного человека Подговарив Вот, когда люди только заходят на тренинг Я говорю Брак под человеком Говорит, подложи мне, пожалуйста, 100 баксов На него так смотрят, знаете Наверное, нет Но это самый Да, это цензура вырезана Все, что там можно Люди через день тренинга Когда пообщались В общем-то Многие согласны были бы Отложить вопрос об этом человеку 100 баксов Просто они познакомились Часть вторая Правильный пиар Правильный пиар Это задача менеджера Или чара Ну, тех людей Которых Представить своих людей Как экспертов Свою команду Очень просто Пишет Я эксперт В такой Командии Не я Нет, когда мы напишли Я эксперт Что-то разогнал Это будет плохо Вот, когда ваш менеджер напишет Это эксперт В построении Высоконагруженных систем Доверие сразу увеличивается Очень просто Потому что Ну, эксперт-то Меня не может обманывать И это уже подтвердил Третий человек Вот, пожалуйста Небольшой прием Как поднять Доверие к источнику Да Все, наверное, узнали И кто не знал Это Слава Панкратов Слава Панкратов Обладает удивительные способности И говорит И чё Это 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 Слова Только разбиваются Все аргументы Абсолютно Он говорит И чё Ты ему рассказываешь И расскажешь И чё И это Непобедимо На самом деле Знаете, почему Это так происходит Потому что То, что вы говорите Не затрагивает Внутренние ценности человека Вот как реклама Действует на вас Да, там есть Семь степеней Чего люди боятся Больше всего Потерять здоровье Потерять много состояния Ну и так далее И реклама У вас всё время На этом пугает Не будете Чистить зубы Глендаметом У вас всё Попадает Нафиг У вас будут Желтые зубы И вас не будут Любить девушки И вообще Вы умрёте В одиночестве И чё Вот Вот видите Вот Ваши канал Коммуникации Ваши внутренние ценности Это не цепляет Вы говорите Ничего Есть Набор Информации Которые Не цепляют Заказчика И даже Если вы будете Распитаться Очень правильно Коммуницировать Оно не сработает Оно не попадает В сферу Моих интересов На этом В чём проблема Очень часто Люди Пытаются Что-то продать Заказчику И он не покупает Но вы рассказываете Слушай Обязательно Надо использовать Юнит-тесты Он говорит Это нам очень поможет И чё То есть Пока вы не донесли Вот это Не затронули Внутренние Какие-то Важные Для него Аспекты Этого проекта Может ему проект Не важный В общем-то Например Здесь Удивительное Количество Корпоративных Заказчиков При которых Им просто Надо сливать Куда-то денег И показывать Хоть что-то И когда Вы рассказываете Давайте Построим За мою Галактику Ко вторнику Ну вот Мы сделаем Что-нибудь Не трогает И вы говорите Он плохой Да не плохой Просто вы не попали В его сферу Интересов И коммуницируете Вы хорошо Вы молодцы Только не попали Это конечно Ужасно Демотивирует Совет От Кэпа Выяснить Реальные нужды Заказчика Очень сложно И второе Как в нашей Раше Понятие простить Но нету Другого варианта Как понять Простить Точно так же Как нету Еще одного Варианта С антилогикой Я даже Когда-то Развлекался Написал Пост на долг Про логику Заказчика То что Вам кажется Логичным Вы думаете А плюс Б равно Х Если мы Напишем Юнит тест И поставим Круиз контроль Или Дженкинс Какой-нибудь То у нас Лучше качество проекта Правильно Вроде да Если они Поставят Одно и второе Они будут Заниматься Чем-то другим Вместо Написания кода Правильно Правильно И когда вы Рассказываете О том Что человек Который Когда вы Рассказываете О том Что это Сделает лучше Человек Думает по-другому И делает Из этого Другие выводы Поэтому Им кажется Ваши Логичные И нелогичные И они Не следуют Своей же логики Об этом Надо подумать Просто А потом Я еще Расскажу Пару примеров Это то Что убивает Айтишников Всех Всех По крайней мере Меня Десят Вообще Невероятно Я говорю Ну почему Это же Логично Сделать Вот это Как логично Для тебя Для нас Нет И вот Понять Эту логику Нереально Надо Погрузиться В их бизнес Когда они Говорят Мне 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 Неважно Какую Мы Покажем Прибыль Неважно Какую Покажем Количество Пользователей Например Или Наоборот Мне Неважно Какое Количество Пользователей Важно Процент Прибыли И Все Ваши Аргументы Разбиваются Вы Не Понимаете Этой Логики Потому Что Она У Него Своя Он Просто Оперирует Другими Понятиями Ценностей И так Далее Это Сложная Штука В Коммуникациях Я Не Знаю Ни Одного Хорошего Совета Поэтому Если У Вас Есть Что Вы Мне Расскажите Потому Что У Меня Всегда Это Знаете Надо Погрузиться Очень Сильно В Эту Область Там Жить Понять Точно Такие Приоритеты Понять Все Ценности И Потом Попытаться Сделать Что На Основании Этого Но Времени У Нас Только Нет Место Вывода Я После Вчерашнего Первого Доклада Добавил Одну Картинку Вот Просто Мужчина Выглядит Очень Убедительно Вот Очень Убедительно Я По сравнению С ним Не так Так Вот Если У вас Есть Проблема Посмотрите У кого Из Actors Я Буду Сейчас Быстренько Прокрутить А я Потом Выложу Презентацию Ой Как я Всего Нарисовал Оказывается Ура Если У вас Есть Проблема В Коммуникациях Посмотрите Кого Или Что Из Участников Этой Коммуникации Где Есть Проблема Это Структура Сообщения Вы Не Передаете Это Канал Коммуникации Это Обратная Связь Это Доверие К вам Или Логика Заказчика Посмотрите Где Вы Сейчас Наход В чем Проблема Это Как Как Лени Вчера Асхат В Стрим Рисовал Посмотрите Где Проблема Решите Одну Часть Идите Дальше И так Повторяйте До того Пока Не Станете Счастливы Втирать До Получения Удовольствия Вот На этом Спасибо большое Теперь Вопросы И Будет Еще Одно Маленькое Замечание По Поводу Небольшого Приза Так Теперь Вопросы Все Спасибо Утро Я понимаю Тяжело Давайте Хорошо Тогда Вопросы В клуар У меня Есть К вам Одна Небольшая Просьба У вас Есть Вот Такая Штуковина Такая Я Решил Сделать Ну Как То Вас Промотивировать Мне На самом Деле Важно Что Вы Думаете О Выступлении Это Не Просто Слова Оставайтесь На Линии Там Для Нас Важно Важно 40 Минут Пожалуйста Напишите Пожалуйста Вот Здесь Номер Вашего Бейджа Когда Будете Заполнять У Меня Есть Очень Интересный Видеокурс О Переговорах Заказчикам О Как Переносить Сроки И Так Далее Я Один Разыграю Вот Прямо Сейчас Соберем Я Вытащил Одну И Кажем Надо Вот Объявлю Очень Интересная Штуковина Я думаю Маленький Стимул Шанс Выиграть Нам Поможет Да Кого нет Как вы сюда попали Организаторы Можете писать Ник Имя Что угодно Голосование Одна важная вещь Ник Там можете написать Цифру Любую Как вы хотите Ну только там Четырехзначные Шестезначные Кстати Да Не пишите Хорошее Только Вообще Если Хотя бы Что-то Хорошее Есть Вот Напишите Как Есть О Вопрос Ура Нет Это Хорошо Это Проактивный Это Проактивный Подход Когда Мы Даем Несколько Вариантов На Выбор Есть Две Конкурирующих Теории Первая Конкурирующая Теория Говорит О том Что Как только Вы дали Человеку Выбор Вы его Ограничили Эт Пишем Не И Решай Не Нереально Люди Ленивы Они Так Не Хотят Вот Обычно Этот Третий Пункт Он Говорит А возьмите Из первого вот это и второго вот это объединить и сделайте вот так вот если у вас заказчик креативный и открытый и он генерирует людей соберитесь с ним поговорите какие могут быть просто брейс такой давайте поговорим что если заказчик игнорит и и отвечает раз в три недели лучше написать а б и цена если вы не ответите в течение двух дней мы начнем делать а потому что нам вышли это если вы что-то сделали что они и не пугаются, то это уже повод подумать, что мы что-то не так являем. У нас есть проблема. А если у нас есть проблема, то реагируем. Есть у Дилберт отличный комикс. Называется «Давайте не говорить о проблемах, а говорить о чьюнити». Чьюнити. Чьюнити челлендж. И вот когда он приходит, говорит «Босс, ваш дом сгорел». И Дилберт говорит «Об, отличный челлендж, пожить пару недель в палатке». Так вот, я дядю Дилберт. Есть, когда заказчик пугается чего-то, он явно достраивает какую-то информацию. Я рассказывал об этом. Потому что ему не хватает информации, он предполагает самое плохое. Поговорите, скажите Блафу, у нас есть сложность, риск, не называйте проблему, которая приводит к такому-то, им нужны какие-то дополнительные действия для ее устранения. А потом уже описывайте. Для того, чтобы ничего страшного, мы не умрем. Да. Вот, да. Одна фраза, которая хуже, чем славно и чел. Я скажу вам. Не, не, это, кстати, хорошее. Когда человек что-то хочет, с ним можно работать. Почему вы не спросили раньше? Реально ее победить нельзя, эта фраза. Она означает всего лишь одно, что человек сразу с себя снимает ответственность и говорит, что вы виноваты. То есть неконструктивная позиция по решению любой проблемы, он обозначит, ребята, я не с вами. Вы специалисты, вам надо было решить это мягче чуть-чуть. Почему вы раньше не спросили, вообще непобедимо, я не знаю. Кто знает, как ответить на вопрос, почему вы раньше не спросили, логично. Да. Вот, раньше вы не знали, раньше мы не хотели. Можно сказать, а почему вы раньше не сказали? Это такой, пошел конструктив. Почему вы раньше не сказали? То есть сам дурак. Когда заказчик вот так идет, почему вы раньше не спросили, единственное, логично это вопрос или ответ, почему не это? У меня не совсем вопрос, больше против, он все против. Да. Сейчас, подожди, я просто думал, ты знаешь ответ, я сейчас отвечу, и потом... Нет, просто ответ на вопрос, что раньше не спросили, я не знаю. Я бы попытался поговорить, во-первых, с шефом, со своим. Ну, если он есть. Шириатый шеф. О, тогда тебе, тогда подумай, нужен тебе этот заказчик или нет, и чем ты рискуешь сейчас. То есть, что мы на самом деле теряем, если мы переделаем, или что мы на самом деле теряем. Потому что такая позиция, она явно означает дистанцирование от ваших проблем. Почему вы раньше не спросили, конструктива не будет. Если ты придумаешь что-то прийти к заказчику и... Ну, давайте мы считаем, что конструктива бывает. Это один из вариантов. Ну, просто, если ты сейчас показываешь... Ну, можно подавить на жалость. Некоторых это пробирает. Говоришь, ребят, если мы сделаем так, как... Вскрылись новые обстоятельства. Если мы сделаем так, как сейчас, наш проект будет убыточным. Мне легче сейчас потерять что-то, чем потом тянуть этот убыточный проект еще полгода. Вот. И если он человек логичный, но проект нужен, ну, может тебе договориться. Хотя, если он будет очень настойчив, если он упертый, как осел, то практически без шансов. Хотя, надо думать. Пока не знаю четкого ответа сейчас. Опять же, надо было что-то делать на ранней стадии, это тот же самый способ дистанциирования, какой он и выбрал. Вы должны были раньше спросить. То, что ты должен был сделать, это правильно. Вопрос просто, что делать сейчас. И вот ответ нет. Да. Да. У меня родилось здесь, вот, привычный вопрос. А, привозить его к нам сюда, просить, по-моему, застрали, на приход, язык. Давай поговорим. То есть, вы вывезти его из-за своего состояния. Есть такие люди, которые даже пьяны плохие. Да. Вы знаете, почему вы играете? Вопрос, почему раньше не спросить? Вопрос, почему второе время появляется yelling оттуда? Почему не поможет, ощущать раньше только? Проблемы, понимаете, очень… Вопрос, почему раньше не спросили. Вопрос это возникает всегда проблемы. Какая-то проблема прошла. Это первый вопрос, но он, families, черезF maybe it, по поводу бывает. А почему раньше не спросили… Да, почему раньше не спросили май rem us е с на локту? Смотри, он логичный. Да, всегда люди спрашивают вот, когда какое-то происходит нехорошее вещь. да ну вообще ни разу не видел проекта ни одного в котором было все хорошо поэтому есть очень удачные проекты и не очень удачные проекты и когда неудачный заказчик имеет право спросить о чем раньше не просили не когда уже оплачивать то уже поздно вот торпить боржоми уже все но да на самом деле сложная ситуация хорошего этого нет еще да говорилось говорили ну распределенная идеальный вариант просто взять и все вместе погухать вот нет серьезно мы когда работаем сейчас я если долгосрочный контракт практически во всем контракте есть пункт уезжает несколько людей два и и наоборот люди его тратируются меняется для того чтобы глаза просто этим людям посмотреть с кем ты будешь работать это помогать намного проще потом написать эй стенд привет давай там что-нибудь замутим если вы до этого состава награли бою 3 часа вот и не только часть 2 это опять же выбор каналов коммуникация наших людей убивает хорошо сейчас проведу небольшое голосование пока вы создаете кому нравятся такие конференции такие конференции телемосты у которых там человек 15-20 сидит на коле да саша последний герой вот я выбрав хороший канал когда наши ребята тут сидят вот так вот два человека это маринуются конференцируме сидят ну так вокруг телефона там слушать чё-то но выбрав удобный какой-то канал поставил мы сделали очень интересно заказчиков мы за свои деньги ну там большой был контракт поставили и всем веб-камеры просто на рабочие места ну просто привезли подарили чуть-чуть веб-камера стоит 80 долларов на 10 человек там 800 баксов вот зато они у них не было у них не принято было после этого все стали говорить по скайпу по видео отлично ну то есть какие-то шаги навстречу они не очень дорогие но не помогают смотреть пара права на связь у меня там целый модуль большой тренинг рассказывал очень она простая штука обратную связь он будет вам давать когда она работает если он сказал слушать плохо все ты говоришь да плохо я займусь и ничего не поменялось он не будет больше давать обратную связь это первая часть 2 надо мне объяснить что вообще забронировать просто времени раз в три недели у вас получат часовой там получасовой переговор по поводу обратной связи и задаетесь там есть стандартных вопросов что было хорошо что мы можем улучшить были ли какие-то конфликты которые мы можем сделать какие-то пусть поговорить пусть полчаса потратить опять же это если люди готовы но в час раз три недели можно найти по крайней мере мне удается со своим договориться ну а про мотивировать их как-то не знаю глупо же не предлагать там айфон наверно вот да вы даете вам хорошую продвижность а мы вам айфон и они первым услышали чё-то не пойму кто кому плать вот еще я буду здесь да это нужно да опять почему вы раньше не видели одного очень интересная вещь вообще классный у кого-то из фрилансеров я очень люблю фрилансеры вообще не такие героические люди если количество денег оплата должно умножаться на количество людей принимающих решения на стороне заказчика вот тогда у вас будет успешный проект но есть более людей просто я попал так вот когда их трое нарисуйте коммуникация матрикс и модно матрицу принятия решения и это конечно не очень юзерфренд для метод вот хотя ребята которые пивы очень любят да за правильно коммуникация матрица рисовать кто-то из я так и не осилил я то есть я вас уважаю очень просто так вот коммуникация матрица вы говорите ребята действительно этим слов чей же квест как обрабатывается человек 1 2 округа третий дает бюджет вот пока это не просто мы его не делаем то есть вы просто им рисуете лучше нарисовать три квадратика там вот вот это вот так проходят реакции на риски вот так проходят реакции на прием юаря от приемка или чего-нибудь должно сработать но по крайней мере вы визуализируете и скажите вот так давайте это и если они примут условия ты говорите подождите мы этого очень реклесно делать не будет немножко надо быть таким упертым сначала ну для того чтобы изменение внутри и потом он упадет но по крайней мере были проще ну а чем больше каналов передачи тем тем больше искажений спросить почему один хорошо а можно мы послушаем мы ничего не будем говорить мы просто послушаем вот хотя бы такой такой ситуации мы ничего не будем спрашивать может ему просто не сложно общаться с людьми которые плохо говорят он может быть ну да скажи а мы в день тратим 6 часов на написание имейла может мы лучше все-таки раз в чем раз два дня послушаем часик вас вот но то есть это раз то есть просто послушать вначале пишите skype сообщение финском поэтому пусть он их задает вопросы и у финского архитектора вроде как карма повысится о том что он такой проактивный и у вас ребята все будут знать ну опять же это такого влёт решения я не знаю глубже проблем через неправильно давать конкретные советы потому что потом лучше как коучи задавать наводящие вопросы человек сам дойдет он скажет и самого нет вот это сложно все мое исключительное мнение если все идут коммуникации через менеджера ваш проект есть такое понятие бас-фактор сколько людей в вашем проекте должен сбить автобус чтобы ваш проект остановился ну вы он очень показательный все один менеджер учет с ним случается весь проект остановился вот он замкнул на себя это менеджер снежинка классический он замкнул на себя все информацию я тоже удивительно было все было хорошо потом я попал на месяц в больницу не я не хотел этого честно я был очень лоялью компании и так далее но только потому что построил коммуникации инженеристы инженерист как-то не очень сильно и заметили волеваться стоятом сидел себе чем писал по лице по-прежнему хорошо вот то есть бас-фактор отвечает на этот вопрос ну все тогда давайте так пьем кофе то собираем обратную связь можно я к организатору обращусь дима где дима нету пока у меня теперь есть микрофон и нету дима я перед началом следующего доклада перед началом следующего доклада вытянул один номерочек и скажу кто кто выбрал видеокурс по переговорам и переносил да еще вопрос менеджер проекта а вот это как раз метод кнутая пряника честно слово я как менеджер я немножко обстал в технологиях ну хотя когда-то что-то писал и саша кстати меня колубин вчера убедил о том что моя парадигма мышления хотела делать что что-то знаю она старая и я людей принуждаю использовать что-то старое вместо того чтобы они саморевизовывались если я через себя буду пропускать эту информацию всего лишь надо договориться со своим инженером давай так я тебе не буду рассказывать что делать ты сам решишь а ты мне будешь писать самаре до чего вы договорились в общем и так очень просто про и вы в курсе не не самаре это вот так на 36 дюймовом мониторе все ребята большое спасибо обратную связь сюда